Привет! Меня зовут Аня. Это последнее видео из цикла про классическую литературу, созданное совместно с проектом ЮФ. Я успела рассказать про мастера и Маргариту Булгакова и преступления и наказания Достоевского. Сегодняшнее видео посвящено моему любимому произведению российской классики Анне Карениной. Все счастливые семьи похожи друг на друга, «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — говорит нам Лев Николаевич Толстой в самом начале. Каждое произведение Толстого — это наблюдение за жизнью людей без претензий на глубокую философскую мысль, но наблюдение очень точное и, несмотря на несчастные события, жизнеутверждающее. Роман повествует о жизни нескольких семей, тесно связанных друг с другом. Я бы хотела выделить две сюжетные линии. История Анны Карениной — совсем небольшая часть от общего объема произведения. И история Константина Левина — самая, на мой взгляд, важная и поучительная. Это своего рода автопортрет самого Льва Николаевича Толстого. Итак, зачем же Анна Каренина прыгнула под колеса поезда? Давайте разбираться. 19 век. Анна Аркадьевна замужем и имеет сына. Она едет в Москву, потому что ее брат там немножко накуролесил. По приезде на вокзале она первый раз встречает Алексея Вронского. Там же на вокзале происходит несчастный случай. Человек погибает под поездом. Анна считает это плохим знаком, а мы считаем это символизмом. Влюбленность Вронского и Анны стремительно по меркам 19 века эскалируется. Анна и Вронский становятся любовниками. Вскоре Анна от него забеременеет. Что мне особенно нравится в произведениях Толстого, так это удивительная его чувствительность к эмоциям женских персонажей, чем мало кто из русских классиков может похвастаться. Туч над головой Анны сгущаются с каждой головой, но с небольшими просветами. В начале произведения она искрится и улыбается, а перед родами она уже в апохондрии и тревоге и уверена в том, что умрет. Когда она уйдет от мужа, Анну уже не будут ждать в приличных домах, потому что уйти от мужа в 19 веке это почти преступление. Каренин не даст ей развод. Она будет мучиться без сына, а Вронский будет мучиться с ней. Все эти горести и невозможность жить счастливо и открыто сделают свое дело. Она станет ревнивой и мрачной. Моя мама однажды сказала, что не понимает, почему Каренина таким способом решила уйти из жизни. Отвечаю. Во-первых, это очень в ее духе. Она порывистая, и решение убить себя приходит к ней спонтанно в последний момент. Во-вторых, это своего рода замыкание круга. Все внезапно вернется образно туда, откуда началось. Первая встреча Анны Ивронского на вокзале и мужичок под колесами поезда. Если коротко, то трагедия жизни и смерти Анны Карениной заключается в том, что она жила ради любви и счастья. Но для ее любви и счастья не было места в том обществе. Самое же занимательное произойдет с Константином Левиным. Безграничная любовь его к Китти Щербатской проделает с ним удивительные вещи. В самом начале он просто непрекаянный юноша. И, проделав долгий путь, он обретет все, что нужно для абсолютного счастья. Смирение, любовь и веру. Наблюдать за ростом его личности, за ходом его мысли на протяжении всего романа – одно удовольствие. Пожалуйста, прочитайте Анну Каренину. Я обожаю Толстого за символизм. Никто из русских классиков не вызывает у меня таких глубоких переживаний. Вы безошибочно поймете, какое тревожное и напряженное событие разделит роман на до и после. Обогатитесь эмоционально. И если в вас есть хоть немножко эмпатии и интереса к людям, вы получите огромное удовольствие. Истории, которые вы прислали на конкурс после прошлого видео, прочитаны. Они все просто замечательные. Большое вам за них спасибо. С победителями свяжутся в ближайшее время, чтобы они смогли получить свои боксы. Если вам интересно, то со списком победителей можно ознакомиться внизу по ссылке. Спасибо, что были с нами. Делитесь своими мыслями и читайте книжки.